Привет! Продолжим. Еще одна категория людей, о которой говорил Том Шрайтер, это синие, так называемые. Они синие, как вот это море. Может быть еще синее, просто утро. Если бы дождаться полуденного зноя, то тогда бы вы увидели еще более синие. Вот такого цвета они, синие. Кто такие синие люди? Это одна из самых продуктивных категорий в нашем бизнесе людей. Они отличаются тем, что они любят говорить. Они любят рассказывать. Они любят общаться. Их хлебом не корми, потусоваться. Их главное хобби находить новых людей, новые знакомства, попадать в различного рода тусовки, бывать на всяких мероприятиях, разговаривать, знакомиться с новыми людьми, что-нибудь рассказывать, делиться своими впечатлениями, радоваться жизни. Это такие люди. Для нашего бизнеса это кладезь. Потому что главная работа в нашем деле это рассказывать свои впечатления от продукта и от возможностей бизнеса. Просто делиться своими ощущениями. Делиться тем, что ты чувствуешь. Делиться своими результатами, успехами, своей радостью. И синие подходят для этого больше всего. Лучше всего. Они больше всех приводят людей. У них нет комплексов. Если им сказано приглашать людей, они приглашают. Если им сказано знакомиться с новыми людьми, они знакомятся. Для них это не трудно. Это классное качество. Синие любят тусоваться. Вот главное, главное их отличительное свойство. Если ты видишь перед собой синего человека, то ему не надо рассказывать о том, что пойдем поможем другим людям, у нас есть благотворительный фонд. Ему не надо рассказывать, какие детали в этом бизнесе, какие там гигабайты, молекулы, цифры и так далее, статистика. Это его мало интересует. Хотя я не хочу сказать, что это поверхностные люди, но это не их главное свойство и желание заниматься этим. У них другое. Им нужны новые люди, новые эмоции, новые ощущения. Поэтому к синим нужен особый подход. Его синего сразу можно отличить. Если он дистрибьютор, то первыми, кто бежит на сцену, когда приглашают рассказать историю, синие, они подпрыгивают, они рассказывают, они кричат, они в восторге. Им нравится куда-то ехать. Им нравится в компании находиться. Когда человек синий, и он приходит в какой-то зал, где сидят люди, он обязательно сядет там, где больше всего людей. Зачем? Чтобы пообщаться, с кем-то познакомиться, завести новые контакты. Таковы синие люди. Если ты видишь, что перед тобой по признакам синий человек, то для того, чтобы его включить в процесс бизнеса, проще всего предложить ему поехать на какое-то мероприятие, где будет весело, где будет много народу, музыка, тусовка. Там такие интересные вещи рассказывают. Ты познакомься с таким количеством людей. Это будет бизнес радости, веселья. Это будут всякие вечеринки, всякие поездки. Мы, знаешь, сколько новых людей с тобой увидим? Говорите вы ему. Да ты что? И самое важное, и самое главное, если вы ему скажете, ты знаешь, там деньги платят за то, что мы разговариваем с людьми. Ты разговариваешь с людьми, тебе платят за это доллары. Он не сможет в это поверить от счастья. Таковы синие. Так рассказывает об этом Том Шрайтер. И это полностью совпадает с моим личным опытом, с моими наблюдениями. Поэтому, когда ты видишь, еще раз повторяю, синего человека, предлагать ему надо больше всего общения, больше всего возможность заработать, разговаривая с людьми. Это на него действует. Это его подкупает. Это ему надо. Синему, если вы проводите презентацию, и кто-то поднимает руку и говорит, а можно мне вопрос? Вы говорите, давай. И прежде чем задать вопрос, он делает выступление. Кто перед вами? Синий. Зная синих, регулируйте их движение. Скажите, являясь руководителем большой организации или начинающим партнером. Важно знать, что бывают синие люди, и что они проявляют себя подобным образом, или нет? Ну, конечно же. Если мы знаем, что это синий человек, то его подписать надо вот так, как я сказал. Слушай, у нас там тусовка, у нас там вечеринка, у нас там будут интересные люди, ты познакомишься с большим количеством людей, ты узнаешь много нового, там будет очень весело, там будет концерт, там то, сё. Вот что их интересует. Но у них есть проблема. Это их свойства, и тут уже надо это учитывать. Они могут много набирать людей, но им неинтересно развивать их. Они могут их бросить, потому что им нужны новые впечатления. Поэтому нужно помочь им. Для того, чтобы построить большой серьезный бизнес, большую организацию, нужно помочь им сосредоточиться на таких вещах, как оказание помощи своим людям. Синие не терпят рутины, они не терпят долгих, нудных лекций, они не терпят долгих, долгих, противных школ, на которых разжевываются какие-то очевидные истины, которые, кстати, крайне необходимы другим категориям людей. И вот это все надо учитывать. Том Шрайтер рассказывает такую историю. Он говорит, я проводил семинар, и в перерыве, в комнате, где я отдыхал, ворвалась какая-то женщина, и когда она туда вошла, я сразу понял, что она синяя. Думаете, почему? Когда она зашла, она говорила, она разговаривала. У нее все лицо было в этих самых, в железных штучках, в пирсинге. Она вся сияла и кричала. Она кричала о том, что так весело, такая тусовка, 5000 людей, я просто не могу поверить своим глазам. Неужели это мне повезло? Как я рада с вами пообщаться? Слушайте, у меня вопрос. Я вот когда в прошлом году, и ее понесло. Я наблюдал ее, она аж была ультрамариновая. Такая она была синяя. Хорошие люди, синие. Очень полезные, продуктивные. Давайте их будем искать, любить, подписывать, помогать им, и мы с вами разбогатеем. Если среди вас синие люди, знайте, вы супер, супер, просто супер предназначены для этого бизнеса. Если в вашем окружении синие люди, посмотрите на них, влияйте на них, помогайте им, и ваш бизнес будет развиваться гораздо быстрее, и гораздо лучше, и гораздо интереснее, если мы будем это делать правильно, с умом и с толком. Удачи вам!